Ас-саламу алейкум ва рахматулоги ва баракатуху. Мир вам, милосердия и благословения Всевышнего Аллаха. Кадыр Маликов. Специалист по исламскому праву. В 2001 году окончил University of Jordan по специальности «Исламская юриспруденция». В 2005 году – University Complutense de Madrid по специальности «Управление конфликтами и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии». К нам приходит очень много вопросов, много звонков от наших обеспокоенных граждан. Кыргызстана со стороны молодежи, различных национальностей, проживающих в Кыргызстане. И вопросы эти все связаны с будущим, связаны с обеспокоенностью ситуации в Кыргызстане в целом. В первую очередь хочу сказать о том, что наша позиция духовного управления мусульман Кыргызстана, она нейтральна. То есть мы не вмешиваемся в политический процесс в стране, но при этом мы несем полную ответственность перед Всевышним Аллахом в судный день и перед нашими гражданами за наше действие или бездействие. Наша ответственность перед Всевышним Аллахом – разъяснять, предупреждать и призывать. Поэтому имамы мечети, естественно, должны выходить в народ, должны работать с молодежью, должны призывать наши государственные правоохранительные органы к выполнению своих обязанностей. По обеспечению безопасности граждан страны, по пресечению преступности на улицах, потому что это долг. Долг не просто перед страной, не просто перед Конституцией. В первую очередь это долг как мусульманина, как просто человека, который проживает на территории Кыргызстана. Аллах возложил ответственность на каждом из нас. Каждый несет соразмерную ответственность за свою семью, за своих родителей, за своих детей, за то положение, в котором находится его общество, за своего соседа, за безопасность на улицах. Потому что это есть ответственность, возложенная Всевышним Аллахом, и этой ответственности невозможно избежать. И поэтому, конечно, мы призываем всех граждан Кыргызстана обеспечивать безопасность, действовать в рамках закона, не нарушать правопорядок и закон, не идти на преступления. Хочу сказать, что действительно мы находимся в очень тяжелой ситуации. К сожалению, еще не войдя в правовое поле, уже началось дележ портфелей, разделение мест, борьба за власть. Некоторые политические силы начинают использовать межрегиональный фактор, играть на межнациональных чувствах. И тем самым призывая к межнациональному и межрегиональному расколу. К сожалению, есть политические силы, которые являются деструктивными, которые хотят прийти просто во власть, получить свою долю, как это было в 2005 году, как это было в 2010 году. То есть мы повторяем те же самые ошибки, мы наступаем на те же самые грабли. Что сегодняшний политически глубокий кризис лежит на политике и на политиках, которые привели сегодняшний Кыргызстан к кризису. Я хочу сказать, что исходя из цели ислама, из цели шариата, мы должны сегодня забыть старые разногласия, забыть какие-то обиды. Сегодня перед нами стоит важная цель, главная цель сохранить стабильность в стране. Потому что мы все должны понимать, и каждый политик, и каждый простой гражданин Кыргызстана, что от наших действий, от нашей ответственности или безответственности завысит будущего Кыргызстана. Посмотрите на Сирию, посмотрите на Ливию, на те страны, где сегодня идут конфликты. Эти страны расколоты по региональным, по этническим, по конфессиональным признакам. И есть внешние силы, которые не применят воспользоваться сегодняшней ситуацией в Кыргызстане. Есть силы, которые нацелены на дестабилизацию, и эти силы уже начинают активизироваться. Есть определенные полукриминальные группировки, различного рода деструктивные силы, которые могут дестабилизировать обстановку в Кыргызстане. И поэтому мы должны быть едины, мы не должны поддаваться на провокации, не должны раскалываться или разделяться по региональным, племенным признакам, по партийным признакам и так далее. Сегодня в Кыргызстане очень много сил, но нету единых авторитетов. Поэтому каждый гражданин Кыргызстана должен понимать, куда его призывают, какие это будет иметь последствия. Мы должны оставаться все вместе. Мы не должны раскалываться на различные группы и группировки, воюющие между собой или борющиеся только за власть. Мы должны думать о завтрашнем дне. Пандемию никто не отменял. Тяжелая экономическая ситуация, которую ждет Кыргызстан, может еще больше усугубить проблемы политического характера, привести к конфликтам и вражде. Сегодня есть группы, которые занимаются рейдерским захватом, занимаются грабежами и майродерством. Мы должны пресекать это на корню. В исламе это является грех. И в исламе, согласно шариату, разрешается жесткое пресечение таких действий. Потому что ислам, в первую очередь, призывает к обеспечению безопасности. Когда мы здороваемся каждый день друг с другом, мы желаем друг другу мира. Словами пожелания мира. И поэтому основная цель ислама – это призыв и обеспечение любыми путями мира и стабильности в стране. Все должно происходить в правовом поле. Все должно быть законным. Каждому гражданину должна быть обеспечена безопасность. Безопасность на улицах. Безопасность в экономике. Безопасность в политике. Безопасность в духовной сфере. Мы должны понимать, что есть так называемый геополитический фактор. А это создание зоны нестабильности или поясов нестабильности путем использования различных радикальных группировок и раскола страны к созданию конфликта, гражданского конфликта на межэтнической, межрегиональной и межконфессиональной основе. Мы не должны забывать трагический урок июньских событий 2010 года. Граждане Кыргызстана, братья и сестры, политические силы Кыргызстана, партии, движения, молодежные группы, пожалуйста, пресекайте в своих рядах провокаторов. Не дайте разным силам использовать вас как инструмент. Не будьте инструментом в чужих руках. Думайте о будущем Кыргызстана, о стране, о ваших детях, о ваших родителях, о будущем нашего Кыргызстана. Мы единый народ Кыргызстана. Да поможет нам Аллах сохранить мир и безопасность на этой земле. Ассаламу алейкум ва рахматуллухи ва баракатуху.